Уважаемые комитеты, в соответствии с Законным местным собранием, Законным народным собранием, в нас сегодня состоится очередная встреча с нашим депутатом, заместителем председателя Комитета по охранной политике, Магалит Малачичу, под холом. В соответствии с статьей 8 Законного Республики Дагестан, а депутат Народного собрания в Суме и Дагестан, депутат Народного собрания ежегодно представляет отчет. Отчет о продлении работы за прошедший год избирателя, наследия, откуда он избран. Это касается не только тех депутатов, которые работают на постоянной профессиональной основе, но и всех депутатов Народного собрания в Суме и Дагестан. Эти связи, значит, я сегодня очень коротко буду вас информировать о той работе, которая делается комитетом Народного собрания Республики Дагестан и лично мной. Основными направлениями моей депутатской деятельности взяли отчет и перебили обеспечение законотворческой работы, подготовка законопроекта и них вопросов для рассмотрения на сессии Народного собрания Республики Дагестан. Контрольные деятельности за использование законодательства Республики Дагестан, за исполнение законодательства Республики Дагестан, участие в сессии Народного собрания Республики Дагестан, участие в заседаниях комитетов парламентских слушаний круглых столов, организационная работа депутатов. Это прием граждан, рассмотрение писем, жалоб организаций и отдельных граждан. За отчетный период были приняты более семи приемных проектов законов, касающихся агропромышленного комплекса и охраны окружающих средств. За отчетный период принял участие в 16 сессиях Народного собрания Республики Дагестан, 24 комитета Народного собрания Республики Дагестан по вопросам природы, пользования, экологии и охране окружающих средств. Мною лично инициированы семь проектов законов, которые были рассмотрены и приняты на сессии Народного собрания Республики Дагестан. Все они были предварительно, были осуждены на комитете Народного собрания. Реалитетом работы нашего комитета является законодательное регулирование, которое направлено на развитие сельского хозяйства Республики и оказали государственные поддержки как юридически, так и физически, лиц, осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве. В частности, нам в этом году подготовлены и приняты поправки законодательного дагестана и развитие сельского хозяйства, которое призвано оказать поддержку сельским туристикам, вводится такое понятие как сельский турист. В нашем районе достаточно людей, которые занимаются мудрами, 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 имеющими в виду сельского хозяйства. Есть гостевые дома, где туристы могут посещать, посмотреть, чем занимается тот или иной хозяйственный товаропроизводитель, участвовать в нем. И этот представитель может получить государственную поддержку в виде сельского хозяйства, где четко расписано, какие документы должны представлять эти люди и какую помощь от государства они могут получать. Это очень важно. Во-первых, это позволит привлечению инвестиций, привлечению туристов и улучшению социально-экономического положения в сельского хозяйства. Кроме того, в настоящее время, наверное, идет работа по решению вопросов, связанных со статусом земля округлого жертвовства. Такое понимание есть. И есть поручение главы Республики Тагестана, чтобы и парламент, и правительство Республики Тагестана ускорили этот процесс. Конечно, первый вечер эта работа правительства, исполнительные власти. Статусы как отгорных, они и останутся отгорными. И они будут находиться в том числе и в собственных субъектах Республики Тагестана. За отчетный период принимают участие в работе в заседании правительства Республики Тагестана, где обсуждались вопросы принятия бюджета, обсуждения вопроса развития сельского хозяйства и связанные с ним, в связи с его огромным опытом. Согласно графику, проводил фремионный граждан общественные приемы Единой России, где было принято 39 человек. Все эти граждане с разных районов Республики Тагестана, больше первых посетителей было из города Махачкалы и перелегающих поселков с улики Дагестана, которые обращаются с разными вопросами, от благоустройства территорий до трудоустройства граждан, получения для лечения квот и так далее и тому подобное. Многие вопросы удается решать на месте. Те вопросы, которые не решаются, но они бывают на контроле, в виде депутатского запроса, в конце концов они находят холлические решения. Проводились по постоянной работе письменными и жалобами обращениями граждан, поступающими в Комитет Народного Собрания Республики Тагестана. Письма и жалобы тоже в основном касаются о трудоустройстве, о незаконном увольнении и так далее и тому подобное. Больше битвы вопросов, которые возлют граждан, не только в нашем районе, в том числе и в нашем районе представители были. Наш не было такого, чтобы депутаты отчитались ежегодно перед избирателем, перед населением. Это я, как уже отметил, принято. Мы сами приняли этот закон, чтобы депутаты разъяснили люди. А то, думаю так, вот депутат, он должен заниматься водопроводом, строительством. Это не его функция. Депутат должен заниматься законно-творческой деятельностью. Но это не означает, что депутат должен быть отстранен от завод районов, в том числе вот тех вопросов, о которых я говорю. Строительство социальных объектов, и водопроводов, и газоснабжения, и так далее и тому подобное. И самое главное, значит, депутат народного собрания Республики Тагестан, как и депутат районов собрания, контролирует ход исполнения бюджета. Депутат народного собрания Республики Тагестан, значит, правы и обязаны, значит, заниматься в том числе и исполнения бюджета района. Откуда он избран. Мы, когда все говорят, вот, исполнение бюджета, говоря об исполнении бюджета, все забывают поступление. Из чего состоит бюджет? Говорят, да, да. А чтобы давать, мы с вами должны собрать, формировать бюджет. В этой связи, значит, в том числе и депутаты, и муниципальная власть, и исполнительная власть, в первую очередь, должны заниматься налоговым потенциалом, поступлениями налогов. У нас как получается? Одни и те же цифры, имущество, главы села, одна цифра, налоговые свечи, другая цифра, регистрационные платы, третья цифра. Самая правильная цифра бывает в главе села. Он знает, сколько домов у него там, кто проживает в этом доме, сколько семей проживает. Поэтому, конечно, здесь, если не будет тестового взаимодействия между налоговиками и, значит, другими службами, у нас ничего толком не получится. Поэтому здесь должно быть, я там исполнительный власть, а я муниципальный власть, вы какое ко мне имеете ответить? Это вопрос не должно быть. Все службы создаются для того, чтобы на местах людям жилось хорошо. И все должны работать совшать во взаимодействии, чтобы не было лишних вопросов. Или, возьмите, транспортный налог. ГАЗ-51, ГАЗ-52, 70 лет тому назад, эта машина до сих пор на балансе. Или участника «Жигули» 70-го года до сих пор числится за этим товарищем. Никак не могут ее снять. с баланса. Говори, одна цифра по голове ссылает совсем другая цифра. И начинается вот эта ваканадия. Поэтому, конечно, здесь тоже мы будем эти вопросы поднимать. В какой форме, как облегчить и главного сельского поселения, и частные физические лица, чтобы без проблем могли снять с учета вот это основные средства, которые уже давно и баранда, и физические, из насильства, практически их нет. очень вопрос, значит, особенно в зимний период мы обращаем на тепло, на обеспечение электроэнергии, газоснабжения. поэтому, уважаемые коллеги, друзья, вы зададите мне вопросы, я постараюсь ответить. То, что можно здесь решить, здесь решим, если что невозможно, значит, будем обращаться в соответствующих органах, будем стараться все делать, и так будет интересно иметь. Маганин Молодчевич, с привет за вас. Вы активно подняли вопрос о рентген аппарате в селе в нашу больницу. Понимание было со всех сторон, но, однако, пока еще мы не смогли еще даже заявку туда загрузить в соответствующие службы. Какие-то там проблемы какие-то есть, оказывается, у них списать не могут тот аппарат, но технический момент есть. В этом вопросе тоже ваша помощь нам нужна будет. Я разговаривал с министром, в том числе по этому вопросу тоже. Все общие главные должны давать вы, вот главная. Вы занимались этим вопросом? Да. И что? На этот рентген аппарат ставят заключение, и завтра приедет обслуживающий этот и даст заключение на ставе рентген аппарат. Значит, я разговаривал с министром, там процедура такая, значит, собирается, он стоит где-то 19 миллионов полиции, да? Да, ориентирующий 19-20 миллионов. Это хорошая полиция, это узловой, значит, очень нужный для района. в чем там проблема? Во-первых, финансирование через ФОС, вот это вопрос будет решен, вот сегодня сказали, завтра нашли деньги, вам это так не бывает, там целая процедура, надо объявить конкурс, закупить ее, в каком заводе, пока ее представим, вопрос в том, что это вопрос будет решен, здесь министру сказали, председателю, правительству сказали, протокольное поручение есть, вы вместе с администрацией района должны этим заниматься. В первую очередь, Магомед Малачевич, огромное вам спасибо за ваш плодотворный труд, за предыдущие годы, будучи главой района, и мы андитцы особенно это чувствуем, вот благодаря вашим стараниям, вот это асфальтирование, все дела, мы пожинаем плоды ваших стараний, и много конечно в районе проблем, особенно в андийской зоне, вопрос простой, вот вы упомянули, Сергей Меликов сказал газификация, вот до газификации, но это вопрос очень сложный, вот допустим, у нас село, сельское поселение закончилось, сейчас землю селхозназначения надо перевезти в земли поселения, ну пригласили туда специалистов, все это, где говорят, 565 тысяч рублей, да вроде бы с компьютера вот один человек, сил за час можно решить, 565, это в середине года, ну, смета, вот это, расходы, чтобы перевезти земли, подготовка, проект на сайте и там такой пакет документов, это вообще ужас, их смотреть целый месяц надо разбирать, нам, очень большие сложности с переводом земли, с селхозназначением в земли поселения, пока их, они не будут переведены в земли поселения, зеленку невозможно получить, если зеленки нету, то и программа до газификации тоже не работает, в администрации мы поставили отопление, ну, сейчас надо, чтобы соединить газ, это, перечим бумаг, они нам дали 30 штук, все 30 отдали, два месяца прошло, до сих пор вот это волокита. Все, что вы говорите, напишите. Обязательно. Подгоним землю, решение конституционного суда, там, ее внимательно написано, что де-факто земли, которые находятся под поселениями, не могут быть уже де-факто землями сельхозназначения. Амин, их надо де-юре делать поселения. Понят, это прикольно. Вещение конституционного суда. Он вступил в силу, не подлежит изменения никакого опыта. Над этим работают. Это очень сложный вопрос. Понимаете? Пожалуйста, вопрос. В 19-м году еще здание сгорело, то здание, которое мы расслабляли. Мы сейчас в этом старом здании почте. И было такое предложение, и главе Боттинского района есть обращение о передаче Минтруду вот это здание бывшего узла связи. Оно для суда не подошло им по нормативам. И есть обращение и Минтруда Мугудиновой в Минимущество, и Махмудова было обращение в Минимущество по поводу передачи этого здания под оперативное управление Минтруду Вокруг вот этого здания о том, что вы говорите, ФСБ новое здание строится, билиция оттуда ушла. Там остался концессион и эта организация прокуратура. Ну, когда-нибудь слушайте, мне надо внимательно. Мы только о сегодняшних дней должны думать. Мы должны на порядок передать. Военные городов передать. потом можно перевести всех этих людей в федеральную структуру, в Сулиганскую структуру туда. И это место надо оставить для школы, для детского садика. Понимаете? Цель дела. Если вам ее передать, вы ее никогда не вернете. Другой вариант, давайте подумать, какой-то приемлемый вариант. Ну, эти площадки, я имею ввиду, площадки и все остальное, я бы туда никого пока не пустил, я бы ее берег для более серьезных вещей. Именно для строительства или школы хорошие, или детского садика. Вот так потихоньку кого надо, можно, оттуда надо перевести нормальные условия, что там могли действительно строить что-то для отверстия. Пожалуйста, следующий вопрос. Вопрос что человек может быть участниками, а вот это образовательное учреждение, ясный медицинское учреждение, отделит отдельно обслуживание, решение, обслуживание, обслуживание. От кого отделит? От общего вопроса. Лицензирование они не могут никак получить, потому что они находятся на другой территории. Лицензии они не могут получать. Вот даже школа, которую Аллах построили, современная школа, хорошая школа, три года пустовал. Сейчас ее открыли, работают. Вопрос неизданного объекта, как мы знаем, по поручению президента нашей страны построен стадион поселения Ансалта. Объект построен, но пока что объект не знал. Там в течение года образовались падения, ямы, степица, штукатурка. Насчет этого вопроса, как и куда нам обратиться. Когда ее строили, я был там. Два раза я был там. Я это человек. Я туда комиссию приводил. Я им показал это безобразно. Понимаете, ходы строительства ее надо было контролировать. Землю посыпали туда и на нее начали строить. Но эту землю же надо трамбовать. Есть же технологии, как это делать. Никто это не контролировал. А потом, когда завершили это строительство, пришли принимать функционирование и принятие баланса. Это разные вещи. сейчас над этим работают. Я и министрам говорил. Понимаете, это вопрос на контроле. Хорошо? В том числе материально находится в прокуратуре строительство. Пришли в улице Дагестана. Пожалуйста. Как мы все знаем, уже несколько лет как данный объект, этот мусоро-сортировочный завод стоит в микрорайоне и рядом тоже находится мусорная свалка. Вообще есть вероятность, что этот мусоро-сортировочный завод когда-нибудь заработает. Я открыл тому назад об этом Сергей Оливкович говорил, еще три завода будут построены. Он не вошел до сих пор в эту схему. Схему по обращению коммунальным отходам в эту схему он не вошел. Понимаете? Это не наша вина. Это вина других людей, которые там. Этих операторов, конкурсы объявляют по этому заводу. Здесь вместе с представителем правительства я его туда повел. Этому заводу министр там докладывал, что они работают над тем, чтобы она оставалась в степи. Конечно, это нужно. Это чистота. Мы никакое отношение мусора не имеют по закону. Понимаете? Эти части сказали, ее передадут. Магомед Малачевич, к вам просьба. Есть такая федеральная программа, которая называется Национальный проект культуры. По этой программе учреждения культуры могут делать ремонт, делать реконструцию своего здания. Эта программа работает с 2019 по 2024 год. Составили соответствующие проектной документации и отправили на Министерство культуры оттуда и в Москву. Но я не знаю, из-за того, что нет финансов, вроде бы сказали, мы сделали перерасчет в прошлом году, в 2022 году отправили в Москву из-за того, что финансирование урезано, из-за этого нет финансов. Поэтому хочу попросить, чтобы посодействовали, оказали помощь. вот это смех и материалы где? Министерство культуры, там первый заместитель Мухтар Амаевич. Я заходил к нему, мы вроде бы договаривались, но причина в том, что нет финансирования. Абакар Рождествен, он говорит, если с ним приезжайте, документы подготовьте, мы зайдем в министру вместе с вами. Хорошо? Пожалуйста. Граждан Малачевич, сегодня Газпром ведет программу газификации России. По этой программе, насколько я знаю, в нашей отзонной наученческой от Бабырской зоне Казахстана 16 населенных пунктов. Гражданому руководству я этот вопрос озвучил, я хотел бы и вас попросить, чтобы эту программу включить эти населенные пункты на газификацию, нужно проект-письмо от депутатов или от главсел, от районного руководства, чтобы эту программу включить на газификацию эти населенные пункты, хотя бы подводящие газификации. Потому что внутренний развод газификации это следующий этап, а вот подводящие их надо включить. Но, насколько я знаю, в программе наши эти населенные пункты не включены на сегодняшний день, поэтому вот этот вопрос вы со своей стороны тоже, если будете контролировать, я думаю, что эта программа, она включат и она в последующем будет строиться. по социальной программе развития сельских территорий были проведены газовые трубы, в том числе Шадрота, наше славное село, правильно? Я знаю. Потом, когда начали разбираться это время, а где вот уж тот числый, они сами, которые купили трубы, поставили, понимаете, их рекурирую. Я вот сделал, чтобы подключили долю. После этого и прокуратура, и все решались, чтобы приостановить это дело. Как вы говорите, подводящие трубы можно. Куда подводящие трубы, если нету населенного пункта? Она есть, и факт, то есть. Юридически ее нет. Поэтому она вот затормозилась. Поняли, да? Напишите мне я через депутатский мой этот самый запрос отправлю. И какие вопросы будут? Вопрос, пожалуйста. Все? Все? Спасибо. Для вашей выступить если это, пожалуйста, могут выступить точно. Уважаемые участники совещания, те вопросы, которые здесь поднялись, знаем, Маганин Малачевич, Маганин Малачевич, опытнейший, один из опытнейших руководителей, депутаты Народного собрания, руководителей органов власти республики Дагестана. Более 50 лет, уже стажей работы в органах власти республики. Да, Маганин Малачевич? Десят лет до... Ну, район видит, более 50 лет. Если это, все же знает, со всеми встречи, работал, с кем-то работал, их руководителем, те, которые сейчас являются министрами, и так далее. Поэтому, если этот вопрос, мы сами будем держать на контроле, держать на контроле, то, что он сказал, что приезжать, поднимать, он в любое место может пойти, поднять вопрос, например, глава государственного села, он вместе с ним пришел по водосложению. Один год вопрос решили, по водосложению очень положительно поводить. Да, вот такие вопросы могут быть подняты, я хочу помогать, могут быть у вас. Это вопрос, мы будем поднимать, актив, и Остается, что мы и сами делаем. Вам большое спасибо, успехов, здоровья и успехов, особенно те вопросы, которые исполнены наши показы. Будем стараться. Будем стараться.